Учитывая тот факт, что в Соединенных Штатах сегодня выходной день по случаю празднования Дня независимости, неудивительно, что рынок в принципе стоит на месте. Ведь именно американские инвесторы контролируют большую часть капитала, оборачивающегося на мировом финансовом рынке, и в их отсутствии никто не намерен рисковать. В принципе, это совершенно типичная картина для подобных дней. Хотя сегодня публиковались данные по ценам производителей в зоне евро, которые должны были придать единой европейской валюте определенную порцию оптимизма. Инфляция в Европе и не думает замедляться. Наоборот, она растет быстрее, нежели прогнозировалось, что вызывает все больше и больше беспокойства. И ожидалось, что индекс цен производителей снизится с 37,2% до 36,9%. Учитывая, что данный показатель во многом является для инфляции опережающим, это давало надежду на то, что хотя бы осенью темпы роста потребительских цен начнут замедляться. Однако индекс снизился аж до 36,3%, так что рост инфляции в Европе может оказаться еще более кратковременным. Но никакой реакции рынка так и не последовало, что как раз и связано именно с выходным днем в Соединенных Штатах. Так что рынок продолжает консолидироваться в районе достигнутых еще в пятницу значений. Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены. В качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1,0320 – 1,0350, вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание выше контрольного уровня, которое сопровождалось техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1,0320 как минимум на четырехчасовом периоде. Британский фунт в паре с долларом с хирургической точностью отскочил от психологически важного уровня 1,2000. Этот ход сопровождался резкой сменой торговых интересов, сокращая объем коротких позиций и наращивая объем длинных. В данной ситуации технический отскок цены мог бы служить перегруппировкой торговых сил, что впоследствии усилило бы нисходящий ход. Основной сигнал к продаже возникнет на рынке лишь после удержания цены ниже значения 1,1950 как минимум на четырехчасовом периоде. В этом случае среднесрочный нисходящий тренд будет пролонгирован на новые ценовые уровни. До сих пор не исключается болтанка. О том, как будут развиваться события на финансовых рынках на самом деле, вы узнаете из наших следующих информационных видео на канале ИнстаФорекс ТВ. Подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующем видео!